Литературный чтение Вы узнаете особенности написания рассказа по заданной теме, научитесь определять тему и находить предложение, в котором заключена основная мысль произведения. На прошлом уроке мы говорили о природе зимой, вспоминали, какие месяцы считаются зимними, знакомились с особенностями природы зимой. Но, как нам известно, после холодной и суровой зимы наступает прекрасное время года – весна. Именно о природе весной мы будем говорить сегодня на уроке. Давайте вспомним, какие изменения происходят в природе с приходом весны. Верно! Птицы возвращаются с юга, на деревьях появляются первые почки, распускаются цветы-первоцветы, тает последний снег. Весне радуется вся природа – и животные, и растения. Послушайте голоса весны. В рассказе «Танец верблюдов» описывается, как после зимы наступает весна и какие изменения происходят в природе. Прежде чем мы начнем чтение, давайте познакомимся с биографией автора. Геннадий Яковлевич Снегирев – детский писатель. Он известен своими детскими повестями и рассказами о природе и животных. Прежде чем напечатать свою первую книгу, Геннадий Снегирев много путешествовал. Все, что видел, что пережил в этих необыкновенных странствиях, он и описал в своих рассказах и повестях. Его герои любят и берегут природу и животных. Рассказ, с которым вы сегодня познакомитесь, был написан после путешествия в Казахстан. Послушайте стихотворение о животном, которое описывает автор в своем рассказе. Пустыня, песок, без воды здесь беда, верблюды же ходят туда и сюда. Верблюдам пустыни засушливый край, подарок небес, а точнее просто рай. Ну как же они там спокойно гуляют? Наверное, тайну какую-то знают. Спросил я верблюда, скажи мне, дружок, как мог ты Сахару пройти поперек? Вздохнул мой верблюд и, помедлив с ответом, сказал, «Никакого здесь нету секрета, ведь горб неспроста на спине я таскаю. Я в воду свой жир из горба превращаю. Могу я не пить две примерно недели. Ты видишь, как наши горбы похудели?» Прочитав рассказ Геннадия Снегирева «Танец верблюдов», мы узнаем еще много интересного об этом животном. Откройте учебники на странице 22. Найдите задание 4. Прочитайте название произведения. Предположите, о каком танце верблюдов будет идти речь. Начнем чтение. Я буду читать, а вы внимательно слушайте и следите за моим чтением. Зимой в Казахстане видел я верблюжий караван. Верблюды глаза от снега закрыли и шли навстречу метели. На первом верблюде, вожаке, сидел мальчик. Он держался за горб и тоже глаза зажмурил. А вожак шел с открытыми глазами. Вся шерсть у верблюдов заиндивела, на морде сосульки выросли, и ресницы покрылись белым инеем. На последнем верблюде нагружена была войлочная юрта. Ветер раздувал войлок, как парус, и верблюд наклонялся в одну сторону. Видно, издалека шел караван, и тяжело было верблюду. Он тихо стонал. Как вы думаете, почему верблюды шли с закрытыми глазами? Объясните своими словами словосочетание верблюжий караван. Как вы думаете, заблудятся верблюды в степи? Давайте продолжим чтение и узнаем до конца историю о верблюдах. Продолжим чтение. Караван скрылся в степи, а я все удивлялся. Верблюды такие большие и покорные, даже маленького мальчика слушаются. Весной подул южный ветер, снег намок, и верблюды стали задумчивые. Их погоняют, кричат, а они стоят на месте, жуют жвачку и смотрят куда-то далеко, о чем-то мечтают. Потом снег остался только во врагах. Бугарьки просохли, степь стала рыжая от прошлогодней травы. Прилетели жаворонки, орлы, кулички. Суслики стояли желтыми столбиками у норок и звонко свистели. Степь проснулась и зазвенела. И тут верблюды взбесились. Они убежали в степь подальше от людей. И там бегали, кувыркались, оставляя на траве клочки зимней шерсти. Однажды я услышал, как за холмом кто-то топчется. От пыли не видно кто. Я подошел поближе, а это верблюды отплясывают. То передними ногами топчут, то задними, то передними, то задними, передними, задними. Верблюды танцевали танец весны. Они радовались, что прошла зима, греет солнце, и они живы. При чтении рассказа вам встретились незнакомые слова. Давайте их разберем. Заиндеветь. Покрыться инием от сильного мороза стужи. Войлок. Плотный материал, изготовленный из шерсти валянием. Давайте ответим на несколько вопросов по прочитанному произведению. Ответы вы должны найти в тексте. Какой танец исполняли верблюды? Правильно, это был танец весны. Какие чувства переживали верблюды в танце весны? Верно, они радовались, что пришла весна, греет солнце, и они пережили зимнюю стужу. Рассказ был очень интересный и увлекательный. Но и каждый из вас тоже может написать свой рассказ. Нужно знать три основных правила для написания рассказа. Первый шаг. Выбор героя. Второй шаг. Сюжет. Главное в рассказе сюжет или последовательность интересных событий. Третий шаг. Стиль. Сейчас мы познакомимся еще с одним произведением о весне. Откройте учебник на странице 24. Найдите задание 8. Прочитайте название. Предположите, о чем будет этот рассказ. Читать мы будем только первый абзац. Весной. На дворе шел снег. Было холодно. Но я знал, что в Казахстане сейчас весна. И так мне захотелось увидеть, что делается там весной. Что я пошел на вокзал, купил билет и поехал. В Казахстане снег лежал в ямках около телеграфных столбов. Весенний верблюд нюхал рельсы и линял. А на одной станции продавали кисель. И дикие осы садились на руки. И в степи родился голубой вербляжонок. Слабенький и слепой. Я спросил хозяина, когда у вербляжонка откроются глаза. Прочитав первую часть произведения, мы уже можем определить его тему. Подумайте, какова тема этого рассказа. Правильно. Тема произведения «Приход весны». Оставшуюся часть произведения «Весной» на странице 24 вы прочитаете после окончания нашего урока. И рассказ «Танец верблюдов» на странице 22. Используя три основных правила написания текста, предлагаю вам написать свой рассказ. А тему вы выбираете самостоятельно. Наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok